Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня к нам в гости пришла Татьяна Чиванова, мастер спорта по лыжным гонкам, член сборной Рязанской области по лыжам и биатлону, член сборной России по лыжи-роллерам. Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте! Татьяна, столько титулов к вашему возрасту. Мастер спорта по лыжам, по лыжи-роллерам не каждый спортсмен добивается, особенно в Рязанской области. Что нужно делать, чтобы выйти на такой уровень? Это, наверное, постоянные сборы, тренировки, желания, чтобы достичь такого результата. Работа тренера также – это важная составляющая, потому что тренер подсказывает, дает советы, это составляет план тренировок. Но в основном это, наверное, постоянно нужно тренироваться, то есть это тренировки три раза в день, включая зарядку. Вот, выезжать на сборы, наверное, все. Не так давно у нас появился в Рязанской области биатлон с сентября прошлого года. Да. И сразу вы вошли в сборную. Как результаты, как успехи тренировок, как оцениваете вообще уровень? Ну, сборная Рязанской области не такая сейчас большая, потому что мы тренируемся как бы вдвоем только потому, что больше никого нет в нашей команде. Успехи пока еще не совсем хорошие, потому что недавно только начали стрелять, это с ноября месяца. Но учиться в стрельбе – это не так-то просто. Нужно еще минимум, наверное, года два, чтобы правильно научиться стрелять и понять всю эту специфику биатлона. Вот. Ну, как бы сезон, в принципе, получился какой-то непонятный, потому что параллельно бегаем мы лыжи и биатлон. То есть еще до конца не определились, где мы отдадим предпочтение. Вот как бы в мае сейчас и весной будем уже точно определяться, будем мы либо в биатлоне, либо вот еще останемся в лыжах. Между тем в соревнованиях уже успели поучаствовать, в том числе на ЦФО. Да, на ЦФО. Да, я выиграла на ЦФО. Этапы Кубка России по юниорам – это было в начале сезона. Ну, на первенстве России я заняла, наверное, 46-место, кажется, самое лучшее у меня было. Но как бы все еще подводит стрельба. То есть биатлонисты, которые уже давно этим занимаются, у них, ну, 2-1 промах. У меня еще пока 5-6-7. Вот на ЦФО, когда мы бежали, вот у меня было три штрафные круга, это на спринте. Ну, это еще самый лучший мой, наверное, результат. А сейчас уезжаете на очередные сборы, тоже, которые с биатлоном связаны, да, именно по биатлону? Нет, сейчас сборы просто как бы по лыжам. Ну, это завершение сезона, чтобы покататься, немножко продлить сезон, чтобы поставить побольше на лыжах, потому что в Рязани уже снега становится все меньше и меньше, уже наступает весна. Вот, поэтому в Архангельск, в деревне Малиновка, вот, там еще очень много снега. Планирую пробежать марафон 50 километров, вот, ну, надеюсь, там все хорошо получится, удастся закататься. А вообще важной составляющей являются именно сборы, потому что в нашей полосе зима не такая продолжительная, поэтому до начала сезона едете туда, где уже есть снег, и в окончании, правильно я понимаю? Да, ну, в начале сезона мы были в Финляндии, там вкатывались, там, вот, там мы уже и начали стрелять. Вот, там уже, конечно, зима очень рано начинается, вот, и стараемся завершать сезон тоже, где еще более-менее снежно, чем в Рязани. Между тем, окончание снежного сезона никак не означает окончание тренировок. Летом происходит большая работа по подготовке к следующей зиме. Вот расскажите о том, как лыжники-биатлонисты тренируются летом. Ну, этим летом мы основной акцент поставили на подготовку к первенству мира по лыжероллерам. То есть все силы были направлены к этому старту. И уже у нас сборы, как бы, первые соревнования уже начались в мае месяце. То есть обычные лыжники, они как бы начинают только, ну, в мае они еще отдыхают, ну, как бы уже более-менее не такая серьезная работа, а тут уже как бы начались первые старты. Поэтому, ну, сборы появились уже, было очень много стартов летом. Это как этапы Кубка России, этапы Кубка мира за границей были. Вот. И из-за этого вот то, что летом было очень отдано много сил, было тяжело уже зимой. Потому что подготовка была, варьировалась. То есть работа спортсмена еще и должна заключаться вот именно в продумывании, когда войти в форму, когда отдохнуть и так далее, да? Да. Ну, вот из-за этого то, что мы как бы в основном готовились к лету, как бы подготавливались к летним стартам, была проделана не такая работа, то, чтобы как бы еще на хорошем уровне выступать зимой. То есть в начале сезона как бы этого хватило, этой подготовки, а вот уже после января месяца уже как бы стало тяжело немножко. Немножко форма на спад пошла. Да, форма пошла на спад. Ну, вот этим летом, я думаю, все уже изменится. Будем уже целенаправленно готовиться к зиме. Если говорить о популярности лыжных гонок и биатлона, биатлон, конечно, в фаворитах, да, у людей, у большинства людей. И возраст у вас подходящий для того, чтобы еще войти в форму и куда-то выбиться, да, в люди. Сами как ощущаете себя? В лыжных гонках больше останетесь или все-таки биатлон? Ну, я думаю, что все-таки, наверное, в биатлоне. Как бы у нас в Рязани сделался он для развития биатлона. И как бы уже, ну, уже как-то нравится, уже вот этот вот азарт, нравится стрелять. Как бы до этого просто год назад я, мне кажется, даже не смотрела биатлон по телевизору, особо не интересовалась. А сейчас, когда предложили перейти попробовать, мы начали стрелять, вот это вот все начали, ну, уже больше углубляться в биатлон, и уже это очень все заинтересовало. И преимущество будет именно в лыжном ходе, раз в лыжнице, значит... Ну, в принципе, как бы должно так быть, но в биатлоне нужно, наверное, тренироваться как лыжница, ну, а стрелять уже как биатлонистка, нужно это все как бы совмещать. Таня, а вот с какого возраста начала заниматься лыжными гонками, когда поняла уже, что это серьезно? Потому что для профессионального спортсмена это не просто увлечение, это работа. Ну, заниматься, наверное, я начала с года 2008, потому что я вот сейчас приехала из дома и стала разбирать свои грамоты. Вот, и первая грамота была 2008 года. Ну, получается, мне было 87 лет. Вот, это уже были первые старты на лыжах. Тогда мы бегали 500 метров, а сейчас уже намного больше. Вот, а профессионально, наверное, уже как бы постоянные сборы и тренировки начались в 11 классе. Ну, это уже, наверное, лет 17-18. Если говорить о таких видах спорта, как фигурное катание, художественная гимнастика, там понятно, да, есть некие образцы, идеалы, на которых равняются там юные спортсменки. Есть ли такие идеалы и кумиры, на которых равнялась, допустим, вот ты? Или равняешься до сих пор? Не то, чтобы равнялась, но вот в лыжах мне нравится Юстина Ковальчик. Это польская лыжница. Вот, как бы я с самого детства, в принципе, за нее болею, когда вот, ну, сколько смотрю лыжные гонки. Вот, ну, как бы стоит на них равняться, они великие чемпионы, они столько всего достигли. Конечно, хочется быть такими, как они, но это очень сложно, это очень нужно много сил, работы, терпения, желания. Ну, и хотелось бы отметить, что вот у вас в семье лыжный спорт – это такое династическое занятие, да? То есть среди твоих родственников есть еще люди, которые тоже добиваются результатов. Да, это Дмитрий Чиванов, он как бы, он, ну, он не двоюродный брат, вот, он был в сборной России по лыжным гонкам. У него были очень серьезные высокие результаты на международном уровне. Также Чиванов Сергей, он тоже был в сборной России, только в спринтерской сборной России по лыжным гонкам. Вот, как бы, да, я на них равнялась и, наверное, пошла по им стопам заниматься. Ну, и, наверное, только те, кто занимались лыжами, могут понять, насколько сложно, допустим, добегать до звания мастера спорта России, да? Расскажи, как происходит вообще получение этого титула? Ну, это нужно на соревнованиях, на всероссийских соревнованиях. Вот по лыжам – это попасть в шестерку сильнейших. Я выполнила летом по лыжи-роллерам, тоже на чемпионате России, я по женщинам заняла пятое место. И вот из-за этого результата как бы присваивается мастер спорта. Я выполняла уже на протяжении трех лет, но в течение этого времени мне уже вскоре потом присвоили. Мастер спорта международного класса, вот Дима, он как бы мастер спорта международного класса. Это уже нужно на мировом уровне, там уже быть в тройке. Он единственный в нашей области, насколько я знаю, да? И он сейчас тоже будет на биатлон переориентироваться? Нет, Дима уже как бы завершил свою карьеру, он уже, ну, живет не в Рязани, у него как бы семья, ребенок, как бы все, он уже, ну, уже так профессионально лыжами он не занимается. Пожелаем вам успехов в сборах, в новом направлении в биатлоне. Закончим нашу беседу. С вами была программа «Городские встречи». Наш гость Татьяна Чванова. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова